Здравствуйте! Я Вячеслав Разбегаев. Я такой же, как вы, я сомневаюсь, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Бермудский треугольник на севере Европы. Куда пропал целый корабль? Взяло и исчезло судно. Что за странный груз был на его борту? Контрабанда оружием – это такой же бизнес, как и любой другой бизнес. И кто они? Пираты 21 века. Полицейской проверкой может просто возникнуть какое-то специальное запланированное вторжение. Правда ли, что Кирсан Илюмжинов встречался с марсианами? Произошла трагедия на Марсе. Часть людей сюда долетели. И готовился ли маршал Жуков свергнуть Сталина? Это что такое переворот? 100 танков на Красной площади? Российский сухогруз «Арктик-Си». Его история напоминает остросюжетный детектив, в котором есть место и пиратам, и большой политике, и конспирологии. Посудите сами. Сначала на «Арктик-Си» в Балтийском море нападают бандиты, потом судно исчезает, а через месяц оказывается в железных объятиях российских силовиков. Прошло почти пять лет, но вопросов в этой истории до сих пор гораздо больше, чем ответов. В Атлантическом океане пропал сухогруз «Арктик-Си», на борту которого находятся россияне. Эта новость прозвучала в эфире 8 августа 2009 года. Взяло и исчезло судно. Где? В водах Европы. Это само по себе чрезвычайнейшее происшествие, скажем. 22 июля 2009 года «Арктик-Си» принял груз и отправился в регулярный рейс из Финляндии в Алжир. На борту 15 членов экипажа и почти 7 тысяч кубометров пиломатериалов. Так было написано в судовых документах. В порт назначения, алжирский город Беджая, судно должно было прибыть через две недели. «Арктик-Си» – это сухогруз. Строительство Турции строился во времена Советского Союза, как сухогруз. Потом плавал под чужими флагами. Это было тогда модно – поднять чужой флаг, чтобы не платить своим налоги. Судно принадлежало финскому гражданину, ходило под мальтийским флагом. Единственная команда была российская. Большей частью, точнее, практически все. Но банальный уход от налогов показался бы скучнейшей аферой по сравнению с теми событиями, которые закрутились вокруг судна на третий день после начала плавания. В районе острова Готланд это судно перехватили, как сначала говорили, шведская полиция, а потом стали говорить, что на борт поднялась не шведская полиция, а какие-то непонятные люди. Которые попросили спасти их с резиновой лодки. Когда они поднялись на борт, они достали оружие и стали командовать на этом судне. Куда идти и что делать? Специальные формы, маски на лицах вооружения и на спинах были надписи «Полиция». То есть первично они думали, что это полицейская операция, а в последующем, когда были применены физическая сила в отношении них, а также в последующем и угрозы убийством, они поняли, что данное судно захвачено именно пиратами. Неужели и вправду пираты? Члены экипажа сообщили о захвате родственникам и владельцам судна только через три дня. А вскоре их связь с Большой Землей прервалась совсем. Арктик-Си исчез. На радарах проследить судно нельзя. Ну что радар? Ну радар, ну хорошо. Ну 20 километров, ну 30 километров. Ну все, ну за линией горизонта радар не уберет его ничего. Со спутниковыми какими-то там приборами сейчас только супер большие корабли ходят. Ну такие вот, знаете, такие монстры огромные. Они, да, они не пропадают. А какой-то сухогруз непонятный, ну конечно пропал. Известный музыкант Виктор Рыбин, владелец собственного судна. Неудивительно, что лидера группы «Дюна» интересует все, что связано с этой сферой. История с пропавшим сухогрузом сразу привлекла его внимание. Под полицейским каким-то, под полицейской проверкой, не только у нас, а в других странах, тем более в других странах, может просто возникнуть какое-то специальное запланированное вторжение на собственность, чтобы ее отжать или просто кому-то она мешает. Начали выяснять, кто рискнул напасть на судно. Версий было несколько. Сразу стало ясно одно. Захватчики опытные и прекрасно подготовленные. Они рядовали помещение школы, где построили макет корабля. Они тренировались в плане высадки на судно с воды. Изучали данное судно, изображенное схематично, по месту нахождения тех или иных полуг и кают. То есть, чтобы уже в момент захвата не было ошибок, не было лишних движений. Но все это выяснится уже потом. А на следующий день, после того, как пропала связь с судном, береговая охрана Великобритании засекла Арктик-Си в проливе Ла-Манш. Еще через сутки сухогруз отметился в Бискайском заливе у берегов Франции. К тому времени от хозяина судна уже поступило заявление о пропаже. Арктик-Си был объявлен в розыск. Дело Арктик-Си стало беспрецедентным и в истории мировой юридической практики. Впечатляло количество стран, одновременно заинтересованных в расследовании этого преступления. Очень быстро, в несколько этапов, пятью иностранными государствами, была создана официально совместная следственная группа. Это была уникальная и, в первую очередь, единственная в мире ситуация, связанная с пиратством, и непосредственно с пиратством, с квалификацией деяния людей, как пиратство. И тем, что они были застегнуты при совершении преступления, не находясь в водах, в нейтральных водах. Спустя почти месяц после исчезновения, Арктик-Си был найден у берегов африканского государства Кабо-Верде. Моряки этого судна с большим вспоминают удовольствием, как пираты начали срывать с себя маски, бросать за борт свои автоматы, когда поняли, что показался русский военный корабль, стажевой корабль, ладный, и они поняли, что игра закончилась. На борту, кроме экипажа, были еще восемь человек. Те самые захватчики. Джентльмены удачи. Основные люди были всесудимы. Кто-то не один раз. Причем, самое интересное, что отслеживалось, что в основном они только освободили. Нарушителей спокойствия этапировали в Россию и вскоре осудили. Сроки тюремного заключения от 8 до 12 лет. Нападая на корабль, пираты бросают вызов целому государству. Неужели стоит делать это ради какого-то судна с древесиной? Но важен не только сам факт захвата, но и весь тот шум, что был поднят вокруг пропавшего сухогруза. Пираты 21 века. Кто они? Идейные авантюристы, которые применяли бытовую рутину на опасные приключения в дальних странах? Или неудачники, которых рыночная экономика оставила за бортом и заставила промышлять откровенной уголовщиной в надежде свести концы с концами? Им заплатили деньги, а не напали. Вот и все. Это флебустьеры. Это заказ. Заказали – напали. Сегодня это те же гастарбайтеры, нелегально работающие на чужой территории. Только профессию они выбрали далеко не мирную. Бандитизм. Если сомалийские пираты вдруг нападают на какое-то судно, то они не просто так нападают на какое-то судно. Им нападают по наводке международного синдиката. И в этом международном синдикате обязательно будет пара разведчиков, которые представляют интересы такой-то страны. Осталось выяснить главное – кто заказчик преступления? И зачем ему пиломатериалы, которые якобы перевозил Арктик-Си? Везли крылатые ракеты, загруженные еще в России, под сосновым лесом, для Ирана. Или ПВО-комплексы. Это одна из самых популярных версий. Особенно много о ней писала западная пресса. И это неспроста. Так считают некоторые отечественные эксперты. Есть четкое убеждение, что это была именно провокация с целью отравить взаимоотношения нашей страны с соседями по Балтике, с соседями по Западу, да и просто нанести ущерб именно российским и международным отношениям. Это Михаил Войтенко – главный редактор специализированного морского сайта. Он первым сообщил о пропаже судна, а потом якобы бежал из страны. Сегодня скрывается в Таиланде. Я бы не стал эту историю раздувать, но тут выходят на связь родственники одного из семи экипажа. И говорят, вот так и так, судно пропало, связи нет, недели нет никакой связи, не знаем, что с ними. Михаил, помогите. Ну, вот после этого я дал новость, и вот после этого вся эта история началась. Вот месяц дурдона, и очнулся я уже в Таиланде. Войтенко не рассказывает, от кого ему приходится скрываться. Да и вообще каждый раз подчеркивает, просто дал информацию. История с сухогрузом сначала не показалась ему сколько-нибудь примечательно. В большинстве случаев экипажа вообще не знает, что он перевозит. Особенно, если вещь идет о перевозках в контейнерах. Сухогруз, там можно спрятать, а и чего, и вообще. В принципе, надо сказать, что контрабанда оружием – это такой же бизнес, как и любой другой бизнес. Нет сомнений, что о настоящем грузе «Артик-Ти» узнали те, от кого это тщательно скрывалось. Иначе откуда бы взялся повышенный международный интерес к небольшому судну? Если они действительно везли эти комплексы ПВО, то, в принципе, у Запада были все причины узнать, а что же они там везут. Потому что Иран для них – страна такая, которая вызывает, как у быка, на красную тряпку. И допустить то, чтобы в Иране появились наши комплексы ПВО, наиболее эффективные против их авиации, они не могли. По этой версии, израильские спецслужбы организовали постановочное пиратское нападение на судно. Спектакль пришлось разыграть для того, чтобы осмотреть трюмы «Артик-Си». Причем сами пираты были не в курсе настоящей цели своей преступной миссии. Я думаю, что до конца суть данной операции знал только заказчик. Впрочем, все это – как раз-таки догадки западных экспертов. Основная версия следствия совсем другая. Главное действующее лицо в ней – некий Эрик Кросс. Эстонский предприниматель, близкий к спецслужбам. Он хотел наладить в Атлантике охранный бизнес. Эрик Кросс хотел руками данной организованной группы захватить данное судно и тем самым предоставить своим охранным структурам возможность в дальнейшем осуществлять охрану судов, проходящих по тем еженым курсам в Мировом океане и обеспечивать безопасность прохождения судов. Заодно Кросс планировал получить выкуп, но не сложилось. Когда они захватили судно, они не, ну, по, так скажем, суматохе, они оставили средства связи. И у кого-то остался телефон сотовый из команды, которые смогли все-таки смски писать. После суда пиратов полностью лишили контактов с внешним миром. Что только добавляет истории загадочности. Естественно, это вызвало очень много, скажем так, сомнений, домыслов и всего остального. По сложившейся практике обычно после освобождения судно от пиратов данные злоумышленники передаются государством прибрежной зоны, чье уголовное право, в принципе, позволяет расследовать данное преступление. Сам факт захвата такого судна такими людьми, он невольно напрашивает, да, для чего и что это было. Поэтому необходимо было проверить все. Я сам проводил осмотр, поэтому каждый уголовник был проверен. Именно как раз, чтобы вот это опровергнуть, что действительно они ничего не перевозили, и ничего там другого, кроме того леса, который был загружен в нем. В западной прессе по-прежнему обсуждают версию о запретном грузе судна. И это неудивительно. Оружием торгуют все. У каждой страны есть свои скелеты в шкафу. Вот если вы возьмете Соединенные Штаты Америки, то они грешат ровно тем же. История с захватом Арктик-Си, что называется, закончилась в ничью. Международного скандала не вышло. И только пираты на нарах расплачиваются за большую политическую игру. Показания экипажа свидетельствуют. Нападение на Арктик-Си организовал бывший глава службы внешней разведки Эстонии Эрик Нилис Кросс. Интерпол отказывается выдать его России. Судя по всему, за Эриком Кроссом стоят какие-то более могущественные силы. Может быть, позже мы узнаем, какие именно. Смотрите далее. Человеческий портрет и другие сенсации Красной планеты. Казалось, что каналы – это произведение марсианского разума. Правда ли, что земляне – потомки выживших марсиан? И неужели, что на других, да, миллиардов планет тоже нет таких же людей? А также трофейное дело. Афера века или вымысел чекистов? Их били так, что генерал Телегин забыл имена своей жены и четырёх детей. Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Весной 2013 года специалисты НАСА заявили о новом открытии на Марсе. Американский космический аппарат Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты глину и питьевую воду. И, разумеется, учёные сразу вспомнили версию о том, что 4 миллиарда лет назад Марс был обитаем. А после глобального похолодания её жители, спасаясь от гибели, переселились на Землю. Так неужели мы потомки выживших марсиан? Марс. Четвёртая планета от Солнца. Издали она видится красной. Из-за коричнево-алого оттенка поверхности. Она более далёкая планета, чем планета Земля. Поэтому температурные режимы там несколько иные. Там суровая зима, если сравнивать с нашим земным климатом. Марс. Одна из самых любимых планет-фантастов. Аэлита. Джон Картер. Марсианские хроники. Это лишь самые известные произведения о Красной планете. Британский писатель Герберт Уэллс в 1897 году опубликовал роман «Война миров». По сюжету обитатели Красной планеты попытались завоевать Землю. После выхода книги в свет в мире начался настоящий марсианский бум. Бывший президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов утверждает, что Уэллс был не так далёк от истины. Это же по счёту у нас пятая цивилизация. Ну, одна из теорий просто произошла трагедия или такая катастрофа на планете Фаэтон, на Марсе. Просто часть людей сюда как бы долетели. Они раньше уже видели, наверное, они тут что-то делали, добывали. Там трагедия произошла, они развили здесь жизнь. В 1997 году президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова пригласили выступить в эфире британского канала BBC. Он потаял зрителей с заявлением, что несколько раз контактировал с инопланетянами. Однако тогда его слова никто не воспринял всерьёз. Политик повторил своё заявление в 2010 году в Японии. Глава Калмыкии рассказал, что получил от пришельцев ценные знания о Земле. Только наши галактики. Таких галактик триллионы. И что мы в нашей галактике, в нашей системе такие умные, да? И неужели мы думаем, что мы шли-шли-шли, так вот от обезьяны произошли, что на других, да, миллиардов там планет тоже нету таких же обезьян и таких же людей. Археологи находят на Земле всё больше свидетельств, доказывающих, нашу планету посещали разумные существа задолго до появления человека. В Африке, например, нашли шахту в Уганде, кажется, шахта, в которой нашли некоторые предметы, там, типа металлические. Вы видели, что добывали золото там. Там заброшенная шахта золота, которая там больше ста тысяч лет. Кто добывал, чего добывал, ну, говорят, что нужно было вот золото, золотая пыль, там, от солнечной радиации на одной из планет нашей Солнечной системы. И всё-таки, почему из всех гипотез о происхождении землян популярнее всех марсианское? В мифологии и легендах многих народов присутствуют рассказы о древних богах, которые приходили с Марса. Фактически они колонизировали нашу планету. А климатологи высказывают осторожное предположение, что модель развития жизни и биосферы на Марсе соответствовала земной. Ну, конечно, это происходило миллионы лет назад. Середина 20 века. В мире развернулась борьба за космос. На старте гонку выиграл Советский Союз. В космосе каждый из сторон стремился быть в чём-то первыми. Мы запустили первый спутник, мы отправили первое живое существо на орбиту, мы запустили первого человека, мы отправили первые станции к Луне, Венеру, Венере, Марсу. Но уже через несколько лет после полёта Юрия Гагарина американцы взяли реванш. 20 июля 1969 года Нил Армстронг стал первым человеком, вступившим на Луну. Все смотрели, как Нил Армстронг прилуняется. После первого сенсационного полёта космические аппараты разных стран мира исходили и изъездили Луну в прямом смысле слова – вдоль и поперёк. Спутники сфотографировали каждый уголок небесного тела. Во имя чего мы шли в космос? Мы шли в космос, чтобы найти братьев по-разному. Мы думали, что есть селениты, марсиане, венерианцы. Учёные нашли и пересчитали на Луне все кратеры, обнаружили моря и даже замёрзшую воду. Но многолетние исследования показали, что жизни там нет. И братьев по разуму тоже. В таком случае что дальше? Эксперты считают, именно тогда, после разочарования в лунных поисках жизни, учёные по-настоящему повернулись к Марсу. В 1877 году итальянский астроном Джованни Скиапарелли разглядел на поверхности Марса некие линии. Именно это открытие, по мнению экспертов, впервые породило гипотезу о том, что Красная планета была обитаема. Примерно 4 миллиарда лет назад её жители преуспели в создании искусственных систем орошения, так называемых каналов. Казалось, что каналы – это произведение марсианского разума. И было впечатление, что мы уже в полушаге от открытия себе подобных цивилизованных сообществ. В 1899 году марсианскую лихорадку подогрел Никола Тесла. В 20-е годы прошлого столетия Никола Тесла утверждал, что якобы поймал какой-то непонятный радиосигнал с Марса. У него есть очень интересная и такая познавательная статья, которая так и называется, о межпланетной связи с Марсом. В конце жизни он, правда, утверждал, что связь была с Венерой, потом вообще начал говорить о том, что связь была с каким-то непонятным информационным полем. Откуда он взял эту информацию, к сожалению, так и осталось загадкой. Идею Теслы тут же подхватили многие западные учёные. Но лишь через 70 лет у землян появился шанс проверить гипотезы. В 1976 году американский аппарат «Викинг-1» удачно сел на Красную планету и сделал первые в истории панорамные цветные снимки поверхности Марса. Фотографии моментально стали мировой сенсацией. Вот эти фото сделаны и в так называемом районе Кидония, северном полушарии Марса. Неровный холм на поверхности очертаниями напоминает человеческое лицо. Исследователи сразу нарекли его марсианским сфинксом. Когда на Марсе первые марсианские спутники фотографировали поверхность Марса, то были обнаружены интересные объекты, в том числе и человеческое лицо, которое на поверхности, или там существо, которое якобы протянуло руку. Но на самом деле это игра тени. Учёные, исследователи Марса расходятся о мнении по поводу вот того непонятного лица, сфинкса, который обнаружен был на Марсе в 80-е годы. Существуют две точки зрения. Одна из них классическая говорит о том, что вот это лицо на Марсе – это обычная гора, и при особых условиях съёмки игра света и тени образовала такое непонятное лицо. Другие исследователи всё-таки продолжают утверждать, что вот эта вот структура на Марсе является действительно каким-то древним сооружением, которое является вот именно лицом марсианина, смотрящего в небо. 26 ноября 2011 года учёные НАСА запустили с мыса Канаверал, пожалуй, самый успешный и результативный марсоход Curiosity. Исследовательский модуль Curiosity, который до сих пор находится на Марсе, продолжает приносить очень много загадок. Это и фотографии каких-то непонятных камней, и каких-то структур очень похожих на окаменевшие, на какие-то окаменелости древние. Что на самом деле там происходит, мы можем только гадать, потому что вот та оптика, которая установлена на этом аппарате, позволяет видеть окрестности, ну, на расстоянии-то, может быть, километра чуть больше. Некоторые исследователи даже шутят, что, возможно, только камера вперёсит, отворачивается в сторону, приходят какие-то марсиане, пришельцы, разбрасывают артефакты. На 61-й день работы марсоход передал на орбиту фотографию, которая стала сенсацией номер один. Учёные НАСА повторно сфотографировали объект на микрокамеру с максимально возможным разрешением. И что же они увидели? Блестящий объект напоминал останки таракана. Уфологи тут же решили, на Марсе когда-то жили насекомые, и оттуда их завезли на Землю. Однако при более внимательном изучении, астрофизики всё-таки сделали вывод, что это кусок обшивки какого-то из марсоходов, работавших на планете. Или там вот фотография неправильная, свет не оттуда и так далее. Так, понимаете, фотографировать в космос очень трудно. Впрочем, буквально через несколько дней после громкого курьёза, инженеры НАСА и их изобретение Curiosity реабилитировались. 30 октября 2012 года аппарат взял пробы марсианского грунта. Анализы показали, что почва на поверхности планеты состоит из тех же минералов, что и вулканический туф на Гавайских островах на Земле. Инженер Джон Грансфилд сделал заявление. Эти вещества, как ничто другое, свидетельствуют о существовании воды на Марсе. На поверхности её нет, но под поверхностью Марса вода есть, она открыта. На поверхности холодно, а под поверхностью теплее. И там вода может быть уже не снегом и льдом, а нормальной жидкой водой. А где есть вода, там, скорее всего, возможна и жизнь. Осталось только открытие там. Наличие воды и то, что там действительно текли реки, это связано с рельефом поверхности Марса, говорит о том, что там была достаточно хорошая атмосфера. В 1984 году на Земле в Антарктиде нашли метеорит. Астрофизики установили – он прилетел с Марса. А биологи обнаружили в нём образование по форме, напоминающей простейшие бактерии. Не только по внешнему виду, а по некоторым химическим соединениям, которые вокруг них найдены. Биологи почти уверены, что это окаменелые, некогда живые организмы. И то, что метеорит прилетел с Марса, почти наверняка говорит о том, что когда-то на Марсе была жизнь. Миллионы лет назад модель и климатическая, и природная, в жизни на Марсе, она соответствовала фактически земной. Но под воздействием ряда причин Марс начал терять атмосферу. То есть Марс стал остывать. И у жителей Марса возникла естественная потребность – нужно было куда-то переселяться. В таком случае, почему на Красной планете люди так никого и не нашли? Что на самом деле происходит на Марсе, мы, в принципе, можем только гадать. Но давайте представим ситуацию. Прилетает, предположим, марсианский модуль на Землю, в соседовательской миссии, и садится в какой-нибудь там пустыне Сахара, предположим. Но что будут видеть камеры марсианского модуля? Они будут видеть пустыню, естественно, не будет никакой жизни. Ну, может быть, она будет присутствована в каком-то зачаточном состоянии. То есть марсиане сделают доклад на свою планету, что на планете Земля жизни нет и не может быть. Хотя на самом деле это будет не так. Эксперт Александр Железняков считает, что настоящее открытие на другой планете способны сделать только люди, а не роботы. А для длительных полетов на Марс люди еще не готовы. Но вся ракетно-космическая техника, которая будет создаваться для полетов на астероиды и на Марс, ее как-то надо первоначально опробировать. И Луна, на мой взгляд, это идеальный полигон. Космические аппараты, которые летали на Луну 40 лет назад, они могут и до Марса долететь. Но здоровье человека при этом не гарантировано. Очень высокий уровень радиации за пределом земной магнитосферы. Полеты на Марс – это около трех лет. А в условиях высокой радиации, конечно, немыслимо сегодня. Впрочем, человечество в любом случае готовится к полету. Сейчас эксперименты проводились. Марс-125, Марс-250, Марс-500. И вот космонавты или исследователи, которые находились, они имитировали как раз вот этот полет. Занимались медицинскими исследованиями, биологическими исследованиями. Кстати, очень интересный факт, что Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт, она согласилась полететь на Марс без возврата. По мнению специалистов, реальные шансы первыми попасть на другие планеты есть только у трех держав – США, Китая и России. Но опять же, в далеком будущем. Раньше, чем через 25-30 лет, когда принципиально новые космические корабли будут с ядерными двигателями, способные быстро двигаться, там, за 2-3 недели до Марса, 2-3 недели обратно. Мне кажется, марсианская гипотеза появления человечества на Земле с каждой новой находкой выглядит все более правдоподобной. Два года назад НАСА опубликовало интересную фотографию. На фоне марсианского горизонта видны три светящиеся точки. Уфологи увидели в них неопознанные летающие объекты. В самом НАСА объяснили это дефектами матрицы. Какие еще фотосвидетельства скрываются и почему? Может быть, человечество просто не готово к этой информации? Смотрите далее. Трофейное дело генералов. Что это? Битва за власть или за немецкое золото? Это действительно была война, хотя она проходила не на полях сражений, а в подвалах Лубянки. Певица Лидия Русланова – самая знаменитая жертва трофейного дела. Папа обнял меня, поцеловал и сказал, маму не жди. И готовился ли маршал Жуков свергнуть Сталина? Он мог высказать, да что такое переворот? 100 танков на Красной площади? Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Трофейное дело. Так в отечественной истории принято называть не одно, а сразу целую группу уголовных дел конца 40-х годов прошлого столетия. Во властных кругах говорили, что его настоящая причина – борьба с заговором Жукова. Якобы маршал хотел захватить власть в стране. Так действительно ли военные готовили переворот? Сразу после окончания Великой Отечественной начались еще две необъявленные войны. Об одной холодной мы хорошо знаем. Она закончилась развалом СССР. Но была и Вторая война. Вот об этой войне мы долгое время вообще ничего не знали, поскольку она была тайной, скрытой в секретных архивах. И только когда статистические данные обнародовали, мы увидели, что по количеству репрессированных фронтовиков это действительно была война. Хотя она проходила не на полях сражения, а в подвалах Лубянки. Осень 1941 года. Советские войска отступают вглубь страны. На оккупированных территориях Германия ведет себя как страна-победитель. Немцы угоняют тысячи мирных граждан в настоящее рабство. Вывозят товарными поездами все сколько-нибудь ценные ресурсы. Не брезгуют даже трамвайными рельсами. Даже землю, чернозем Воронежской области и других черноземных областей они грузили на платформы и увозили в Германию. Через три с лишним года Красная Армия начала свое победное шествие по территории врага. Эшелоны с трофеями пошли в обратную сторону, на восток. Это кажется вполне логичным. Трофеи вещь традиционная для войны. Ведь вот тут один журналист из московского комсомольца сказал «Разве можно представить Кутузова, чтобы он из Парижа что-то себе привез?» Взятый город просто отдавали, скажем, на три дня солдатам. И что там творилось, можно себе представить. Понимаете ли? И грабежи, и насилие, и что что угодно. Народный артист России Валерий Баринов в свое время изучил огромное количество исторической хроники. В одном из сериалов ему предстояло сыграть роль национального героя – маршала Жукова. Как проревновал. Извинили они, ты, конечно, парень видный. Но только для такой женщины твой калибр мелковат. Это тоже как. Люди ехали из Германии. Очень многие офицеры везли с собой трофеи, так сказать, настрадавшись, наголодавшись за войну. Я никогда не оправдывал мародерство, но тут я понимал этих людей. Это было даже не месть, это было желание привезти на родину. Они не знали, на какую родину они вернутся. То есть знали, что тут все разрушено. Ну куда? Это Маргарита Крюкова, дочь генерал-лейтенанта Владимира Крюкова, ближайшего сподвижника и друга маршала Жукова. Она вспоминает. В их семье трофейная тема всегда широко обсуждалась. В этом не было ничего постыдного. Все вещи и деньги были подтверждены официальными документами. Ну, во-первых, говорю, был такой сталинский, как, ну, не знаю, негласный распоряжение, что можно что-то привозить. Во-первых, после того, как закончилась война, получали огромные деньги в марках немецких. А тогда не было обменных пунктов, как сейчас. И деньги за грани... перевозить через границу нельзя. И можно было очень много купить. Вот папа, в частности, купил две машины. Вот совершенно официально все документы с чеками. Ни в каких документах времен войны не определялись рамки дозволенного в отношении трофеев. Фронтовики любят рассказывать историю про одного советского генерала. Он украсил свою подмосковную дачу многотонным раморным камином 18 века. Буквально выломал его из германского особняка. В принципе, взятие трофеев не возбранялось. То есть разрешалось там офицерам и солдатам определенное количество посылок отправлять с вещами на родину. То есть что-то можно было брать. Зачастую генералы везли трофеи эшелонами. Это вызывало недовольство у солдат и офицеров. Сталин об этом знал. Сразу после победы он издал особый документ. В нем регламентировалось, сколько трофеев может взять солдат, а сколько офицер. Генералу дозволялось вывезти один автомобиль, майору мотоцикл. Правда, не все военачальники старались исключительно ради личной наживы. Приказом маршала Буденного из-за разрушенного бомбежкой знаменитого прусского конного завода Тракенен были спасены четыре выдающихся жеребца-производителя, положившие начало уже русской тракененской породе. Их самые знаменитые потомки – чемпионы дерби и олимпийских игр, пепел и букет. Советские офицеры, элита общества, увидели, как живут побежденные ими народы. Этот контраст им не понравился. Людей, которые прошли все ужасы войны, надо было каким-то образом усмирить. Не дать им открыто выступить с критикой власти. Как правило, привлекали за трофейные ценности. Не просто за то, что человек присваивал себе слишком много, а потому что этого человека еще были какие-то резоны обвинить в каких-то политических делах. А трофейные вещи шли как довесок. У нас ведь до сих пор, как нужно какой-нибудь компромат политический состряпать, тут же объявляют, оказывается, он воровал. Среди фронтовиков начались аресты. Возьмем 1937 год – это пик массовых репрессий, считается. И 1947 год – это 10 лет спустя. Так вот, количество находившихся в лагерях ГУЛАГа, только в лагерях, не в тюрьмах, не в колониях, и тогда, в 1937 и в 1947 было приблизительно одинаково. Около 800 тысяч человек. В ведомстве министра госбезопасности Абакумова по указанию Сталина начали кроить новое дело. О заговоре Жукова с целью узурпации власти. Вот тут-то и пригодилась трофейная история. Его же, например, опало в 1946 году последовало не из-за трофеев, как таковых, а из-за того, что он пытался присвоить себе все заслуги в войне. То есть, что он, в общем, все операции планировал, что он одерживал все главные победы. И Сталину было обидно, что Сталин как-то оттесняется во всех разговорах с Жуковым на задний план. Жуковы боялись. Боялись, потому что он был настолько популярен в войсках. Потом он был не всегда осторожен в своих высказываниях. Это не значит, что он бы так поступил. Но он мог высказать, говорит, да что такое переворот? 100 танков на Красной площади. И эту фразу, конечно, услышали. 1 июня 1946 года в Кремле состоялось заседание Высшего военного совета. На нем решался, возможно, главный послевоенный вопрос – арестовывать ли Жукова. Через неделю был издан особый приказ за номером 009. Это было готовое обвинительное заключение против маршала. Начались аресты генералов из его ближайшего окружения. Всем им вменяли контрреволюционную статью 58-ю пункт 10 – антисоветская агитация и пропаганда. И в скобочках писали – хищение трофейного имущества. Вменили это генералу Телегину, генералу Крюкову, его супруге Лидии Руслановой, известной певице, и еще десятку генералов. И вот группой этих дел так появилось трофейное дело. Следователи раскручивали дело постепенно. Вскоре последовала новая волна арестов ближайших сподвижников Жукова. Самого опального маршала отправили командовать отдаленным Одесским военным округом. Жукова Сталин побоялся все-таки арестовать, потому что Жукова приглашали и в Америку на торжественный случай по поводу победы. И в Англии. Англия наградила его самым высшим орденом английским, который давал право называться лордом английским. Под репрессии попали и заслуженные фронтовики, и кумиры миллионов. Лидия Русланова. Знаменитая певица. Говорят, она на свои собственные средства приобрела две батареи «Катюш» и отправила на Первый Белорусский фронт. В корпус, которым командовал ее муж, генерал-майор Владимир Крюков. Дочь генерала от первого брака Маргарита с пяти лет называла Лидию Русланову мамой. Мама начала выезжать на фронты буквально с первых дней войны, потому что она была участницей первой фронтовой артистической бригады. Она дала более 1200 концертов. И вплоть до этого была единственная певица, которая пела в Дни Победы у Рейстага, у Бранденбургских ворот, то есть в самом Берлине. После одного из концертов Георгий Жуков прикрепил на платье певицы боевой орден. Возможно, это и был момент ее наивысшего триумфа. Впрочем, и после войны Русланова и Крюков не бедствовали. Жили в огромной квартире в центре Москвы, коллекционировали старинные картины и антиквариат. Но не только эти раритеты стали основными вещественными доказательствами в уголовном деле супругов. Обвинили вместе с его женой, певицей Руслановой, в присвоении большого количества трофейных ценностей. Они действительно присвоили зачем-то 90 банок гуталина, пару сотен этих самых шпингалет оконных. Зачем уж это они делали, я даже и понять не могу. Ранним осенним утром 1948 года за Крюковым в его квартиру в Лаврушинском переулке пришли два полковника госбезопасности. Дочь генерала помнит это, как сейчас. Потом позвали меня, разбудили. Это тоже в 5 утра в Москве. Папа обнял меня, поцеловал и сказал, не волнуйся, это недоразумение. Маму не жди, потому что мама, он понял, что ее тоже нету. Русланову арестовали в Казани. Певица была там на гастролях. Домой супруги вернулись лишь через 5 лет, в 1953. Сразу после смерти Сталина Жоков обратился в ЦК КПСС с письмом. Он рассказал, что трофейное дело полностью сфабриковано и перечислил фамилии всех пострадавших. Офицеров и их родных реабилитировали. Имущество, естественно, не вернули. Весь мамин 30-летний труд пропал. И все, что, говорю, папа тоже зарабатывал, этого вернуть не могли, потому что это было, я не знаю, растасканно или разворованно. Не знаю как. В общем, не было. Все. Пришлось начинать с нуля. Им пришлось заплатить высокую цену. В тюрьме и на допросах со вчерашними героями обращались как с настоящими уголовниками. Их били так, что генерал Телегин забыл имена своей жены и четырех детей. И когда папа с ним поехал на охоту, вот после, когда они вернулись, когда они там, ну, сняли рубашки, все, у Телегина вся спина была вот в таких вот, я не знаю, ранах. Некоторые историки сегодня склонны полагать, Жуков и его окружение действительно в какой-то момент почувствовали себя национальными героями и решили, что могут себе позволить практически все. У него был в определенном смысле вкус, определенная фантазия. Действительно, он вел себя по-барски. И, судя по всему, когда пишут, что он позволил себе больше, чем другие генералы, видимо, это было. То, что его подчиненные непосредственные себе что-то, опять же, позволяли выдающееся, видимо, это тоже было. Нет дыма без огня. Серьезное злоупотребление среди высших военных чинов наверняка были. Например, был такой маршал Худяков конференц, который командовал авиационной армией в Маньчжурии. Вот он там должен был перевезти в Россию из Маньчжурии золото империи Маньчжууго, золотой запас. А самолет с этим золотым запасом не долетел. Вот его обвинили, что он это золото как бы незаконно присвоил. Но потом, в конце концов, расстреляли. Оказалось, что маршал Худяков был еще до войны известен компетентным органом под именем Арминак Конференц. По одной из версий, именно он принимал участие в расстреле 26 бакинских комиссаров. А насчет золота, в общем, так и непонятно, действительно. Спрятал он его куда, думал, и потом сбежать. Не знаю, в общем, темная история. Известно, что именно с 40-х годов в обиход прочно вошло слово «трофейный». Это означало и означает до сих пор, что вещь дорогая и вывезена из Германии. Итог карьеры для идеолога трофейного дела был трагичен. Виктора Абакумова арестовали по липовому доносу еще при Сталине. А приговор привели в исполнение уже при Крущеве. В своем последнем слое на суде, приговоренный к расстрелу, Абакумов настаивал. Я ничего не делал сам. Сталин давал мне указания, и я их выполнял. Это было агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе. Водка против России. Существует ли мировой заговор? Кто уже ставит опыты над людьми? Урок шамана. Как отличить ночной кошмар от реальности? Субтитры создавал DimaTorzok